здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на своем канале и в этом видео я хочу рассказать про новое обновление конструктора sp page builder версия 3.4.5 что же появилось нового в данном конструкторе никаких новых дополнений разработано не было но сделали кое-какие дополнительные функции и исправили некоторые проблемы первое нововведение касается дополнение видео разместим его на странице чем она заключается для видео формате mp4 загружаемое с нашего сайта либо откуда еще то есть не с видео хостинга есть возможность отключать звук при загрузке раньше такой функции не было давайте попробуем это сделать удалим постер чтобы он нам не мешался и удалим удаленное видео так как она без звука и добавим ролик который я закачал заранее оставим звук выключенным настройку сохраним страницу и на главный давайте посмотрим у нас по умолчанию звук уже выключен видите да динамик перечеркнут нажмем воспроизведение и видим что у нас видео идет без звука попробуем отключить эту настройку теперь у нас видео должно быть со звуком нажимаем сохранить обновляем страницу и видим что динамику нас с вами уже не перечеркнут давайте нажмем play сейчас я включу звук чтобы удостовериться все звук идет то есть видео со звуком нажмем на паузу и перейдем обратно на стройке такая функция была добавлена в данное дополнение это касается видео аддона следующее что было сделано это дополнение клиенты давайте наберем чтобы не искать клиент что было сделано здесь здесь как вы знаете в этом дополнение можно устанавливать какие-то логотипы к наших клиентов или же там наших спонсоров наших партнеров так вот появилась возможность ссылку которую указываем в каждом логотипе допустим ссылка на сайт нашего спонсора и появилась возможность открывать ее в том же окне то есть по умолчанию она получается открывается в новом окне мы можем сейчас влиять на это и делать возможность загрузки в текущем окне нажимаем сохранить обновляемся и вот первый логотип нажимаем видим на в этом же окне у нас открылась ссылка это что касается дополнение клиенты следующее дополнение которое которое было затронуто это группа иконок здесь схожая настройка была добавлена сделаем несколько штук и зайдем в первую иконку появилась возможность сейчас найду где-то да вот здесь при добавлении ссылки да сделано тот же сайт яндекса открывать ссылку в новой вкладке включаем этот параметр сохраняемся идем на наш сайт сейчас зайдем на главную страницу и по первой иконке щелкаем все она открывается в новой вкладке вот такое изменение было добавлено дальше следующее нововведение было добавлено в дополнение блок преимуществ что здесь было сделано здесь сделана возможность влиять на ссылку на иконку и ссылку делать ссылкой иконку и делать ссылкой заголовок давайте посмотрим вот здесь появилось вот такое вот окно title image icon url давайте пропишем нашу ссылку куда-либо и есть возможность открывая также эту ссылку в новой вкладке и плюс здесь есть настройка которая позволяет выбрать что будет ссылкой либо ссылка будет заголовок вот этот вот фьючер бокс либо ссылка будет иконка либо изображение что будет выбрана либо третья настройка это обе давайте проверим сделаем нашу наш заголовок ссылкой нажмем сохранить и на сайте проверим иконка у нас просто картинка ссылка у нас с вами по я заголовок стал ссылкой при нажатии открывается в новой вкладке а сайт сделаем теперь изображение ссылкой обновим и посмотрим что теперь у нас ссылка это иконка заголовок стал обычным текстом ну и также давайте попробуем третий вариант когда они оба будут ссылками обновляем страницу и видим что у нас и иконка ссылка и заголовок ссылка вот это были изменения касательно дополнение блок преимуществ что же еще было добавлено в этом обновлении было добавлено в дополнение меню navigation возможность прикреплять меню не только в десктопной версии но и в мобильной давайте проверим это здесь нужно будет создать новую строку создадим ее и разместим ее поверх насколько вы знаете что навигация чтобы закрепить она должна быть в отдельной строчке добавим еще несколько пунктов меню для вида и вот здесь вот эта настройка enable stick прикрепления включаем прикрепление и сейчас сохраним страницу идем на главную обновляемся и видим что у нас при прокрутке меню остается на месте включим кнопочка f12 режим разработчика перейдем в адаптивную версию и видите что у нас при прокрутке меню остается на месте раньше такой функции такого функционала не было это вот изменение касательно дополнение меню следующее дополнение которое было затронута это текстовый блок давайте его установим и посмотрим что было сделано здесь а здесь была сделана возможность у заголовка давайте напишем наш заголовок делать отрицательные значения расстояния между буквами вот эта вот настройка letter spacing появились отрицательные значения изначально здесь были только положительные если мы сделаем с вами вот минус 10 пикселей получаем вот то что букву таким образом слиплись но если мы увеличим с вами шрифт то эта настройка принципе имеет право на жизнь за счет минусовых значений наши буквы становятся вот слипнутыми и тем самым можно как-то в дизайн вписывать такие заголовки следующие были менее значимые изменения точнее внесение правок это было сделано в слайд-шоу насколько вы знаете или не знаете здесь была проблема слайде в настройках каждого слайда при добавлении нового элемента в виде картинки давайте добавим картинку и вставим она здесь не появлялась и это как бы не давало возможности визуально настраивать слайд для отображения потому что здесь переключение колонок то есть получается что можно было делать изображение справа содержимое слева также менять их местами и не видя картинку это было делать очень сложно а еще если добавить здесь какие-то дополнительные элементы не только заголовок изображения какие-то иконки еще больше картинок то соответственно это затрудняло редактирование слайда но естественно при сохранении на самом сайте картинки было видно но представьте метаться между фронтальной частью и визуальным редактором выравнивая и сохраняя каждый раз проверяя но это было очень тяжело поэтому то что сделали исправили этот баг это несомненный плюс этому обновлению на этом я буду заканчивать обзор данного обновления конечно там были сделаны еще незначительные всякие исправления но я вам рассказал про самые такие значимые и глобальные у меня на этом все не забываем подписываться ставить лайки оставлять ваши комментарии под видео пока